Дур-Матрица. Полная загрузка. Единичный галлюкс. Ты слышал? Что? Пойду. Это другая линия. Оставайся предельно сосредоточенной. Странно. Давай, Тайрон, открой дверь. Да? Если меня подстрелят. Бог мой. Нас ждут, Тайрон. Почему у меня всегда достаются самые опасные вещи? Это не опасно. Нам нужно войти. Открой дверь. Я расскажу Джесси. Я расскажу Джесси Джексону. Послушай, хватит. Хочешь открыть дверь, открывай. Каждый раз, когда я открываю дверь, что-то случается. И обрати внимание, случается не с тобой, а со мной. Привет, Тео. Откуда вы знаете мое имя? Она посредник, идиот. Прошу, проходите. С удовольствием. Милое местечко. Мы вынуждены встречаться здесь ради вашей и нашей безопасности. Товар при вас. Деньги при вас. Тайрон. Здесь все коды, необходимые для осуществления сделки. На ваш счет будут переведены полмиллиона долларов. Геликс при вас? Как я узнаю, что это он? Взяв это, вы получите ответы на все ваши вопросы. Реальность исчезнет. Время остановится, вы узнаете о своем истинном потенциале. Все, честно. В чем дело? Федералы. Черт. Несколько агентов. Черт, черт. Сколько у меня времени? Семь-восемь минут. Уходи через лестницу в северном крыле. Если нужно, используй Геликс. Быстрее. Сделка аннулируется. Нам нужно уходить. Что? Отдайте Геликс. Нет. Федералы выследили нас. Если не хотите оказаться в тюрьме, уходите через лестницу в северном крыле. Отдайте диск. Я должна закрыть чета. С вами свяжутся позднее. Вы должны мне доверять. Черт. Эта тварь не украдет наши деньги? Откуда у тебя оружие? Думаешь, я такая дура? Их можно провести, только не меня. Я ей не верю. Опасно сейчас отдавать вам Геликс. Он может попасть не в те руки. Опусти оружие. Ты сам скажешь Чедду, что истратил деньги, и ничего не получил. Уходите. Быстрее. Сволочь. Пошли. Все сделали не так. Пошли, Пинг. Черт. Мы правильно идем? Северное крыло в этой стороне. Осторожно. Ушибся? Нет, сэр. Все нормально. Наверное, она нас услышала. Будем надеяться, что нет. Это очень опасная операция. Вал Perez. По жизни. К keinen ST. Это очень опасная операция. Конечно, нет. У 오늘도 удовлетвор warn Моя пролетающая. Москва. Там разгром Mercier. Ты да. Во! Ты ос FOR didn't. Т Cornell. Ээрина. Хорошо. sche. Капитан, вы получили ясный приказ никому не приближаться к подозреваемой. Приказ был отдан в интересах вашей безопасности. Возможно, она использует... Геликс. Геликс, вы зря тратите время. Это миф. Я работал 10 лет в секретной службе и два года у федералов. Такого наркотика не существует. Я послал туда четырех людей. Ни с одним ничего не случилось. Нет, капитан. Ваши люди уже в состоянии наркотического опьянения. Сэр, она здесь. Добрый вечер, мэм. Поднимите свои ручки. В подобных ситуациях поневоле задумаешься. Нужна мне эта конечность. Чёрт. Чёрт. Готов поспорить на 20 долларов, что мои люди её схватят. 20 долларов. Ваши люди... Сгорят. Как рождественские ёлки. Чёрт. Чёрт. Чёрт возьми. Кажется, с вас причитается... 20 долларов и ящик текилы. Что ты делаешь? Быстро сюда. Помоги. Что мы здесь делаем? Что это? Помалкивай. Возьми. Это, друг мой, лучшая вещь на свете. Да? Подожди. Ударь меня как можно сильнее. Почему ты это сделал? Что туда упало? Почему ты вечно разговариваешь сам с собой? Быстрее. Я не разговариваю сам с собой. Ты упустила её. Нет. Это ты её упустил. Я? Согласись. Ты сделал ошибку. Это не важно. Как она смогла уйти? Упав с такой высоты, она должна была погибнуть. Геликс существует. Это невозможно, есть Геликс или нет. Всё возможно, когда ты под дозой. Мы должны достать этот наркотик. Известен второй участник сделки? Да. Мы знаем его. Его зовут Тео. Нам необходимо узнать его местонахождение. Этим уже занимаются. Всё было бы в порядке, если бы ты дал мне выстрелить в неё. Да? Предположим, ты бы в неё выстрелила. И мы бы сейчас смотрели порно геев-тюряги. Чёрт. Смотри и учись. Тео. Что? Что ты делаешь? Я сейчас. Я уронил своё пиво. Где-то здесь. Быстрее, пошли. Ступайте. Я сейчас. Быстрее. Чёрт. Ну и вонища здесь. Боже. Осторожно, биологически опасно. Не входите. Сыр дежавю. Импортный. Вентилятор. Подарок Чедо. Ника Халя для продуктов. Стул из коллекции Озарения. Вапир тоже для продуктов. Чёрная рубашка Оскар сделана в Швеции. Сиди, обезьяны могут эволюционировать. Проснись. Ну во. Геликс у тебя? Тук-тук. Ну во. Кто это? Нунья. Какой Нунья? Нунья бизнес. Это я, Чед. Чед, хватит мне мешать. Я занимаюсь поиском. Кто это? Тайрон. Поиском. Тео, там или нет? Чёрт. Еду к вам. Вы рано. Да. По её вине. Заткнись, я тут ни при чём. Успокойся. Где Тео? Исчез. Это плохо. Проходите. Позвольте рассказать о тех, с кем мы имеем дело. Что происходит? Ну во. Лидер этой сидящей на наркотиках группы. Одержим комплексом мессии. Тайрону не даёт покоя страх быть застреленным. Поскольку он в этом фильме единственный чёрный, нетрудно догадаться, что в финале его подстрелит. Да. Вы забрали эту штуку или нет? Господи, сколько звёзд. Это Пинк. Я могу лишь сказать, что Пинк успел употребить за свою жизнь больше наркотиков, чем Кит Ричардс и Элвис вместе взятые. Вы это сделали? Где эта штука? Её можно курить? Чет – дырной тип, который продаст своих друзей за хороший ужин. Что касается меня, я просто рассказчик. Начнём снова. Где эта штука? Её можно курить? Её нет. Она осталась у них. Что? Ты в своём уме? Это полмиллиона моей бабушки, половина моего наследства. И оно исчезло. Как мне теперь жить на полмиллиона долларов, Тайрон? Успокойся, Чет. Успокойся. Успокойся. Это же не твои деньги. Идиот. Ты говорил, что это потрясающая штука. Что она соединяет нас с Господом. Что лучше её просто нет. Я всегда знал, что ты дерьмо. Я убью тебя. Я убью тебя. Хватит. Сядьте. Вы должны что-то предпринять. Надо найти Тео. Нет. Не надо искать Тео. На это может уйти не один день. Объясните, что именно вам сказали. Она сказала, что с нами свяжутся. Каким образом? Через компьютер. Он включён? Есть там кто-нибудь? Где вас носит? Я пытаюсь с вами связаться. Где мои деньги? Следуйте за белым кроликом. Белым кроликом? За каким белым кроликом? За этим. Ребята. Я вижу кроликов. Он говорит, что мы должны пойти за ним в один клуб. Он сказал, что там будет весело. Тут что-то не так. Привет, Нуго. Откуда ты знаешь моё имя? Оно у тебя на груди? Да. Ненавижу эти штуки. Где наши деньги? Выслушай меня. Я знаю, почему ты здесь. Тебе нужны не деньги. Это деньги моего друга. Его бабушка очень больна. Помолчи. Я знаю, почему ты занимаешься йогой. Я знаю, почему ты ночь за ночью занимаешься медитацией. Отдаёшь дань тёмным эзотерическим традициям, вместо того, чтобы спать. Потому что я одинок. Потому что ты ищешь это. Я знаю, потому что когда-то тоже искала это. Я встретила человека, который это искал. И его кузен тоже. И его дядя, ветеринар, тоже это искал. Потом, когда я это нашла, я поняла, что искала не это. Я искала ещё что-то. Что? Не знаю. Но я найду. Этот вопрос не даёт тебе покоя. Ты знаешь этот вопрос? Ты под дозой? Это Геликс, Нууо. Да. Что такое Геликс? Ответ ждёт тебя. Возможно, другой. Это ты, Нууо. Другой? Поцелуй меня. Господи! Что? Я думал, ты женщина. Многие так думают. Ладно. Чёрт, чёрт, чёрт. Пинг, Чет. Пинг, Чет. Проснитесь. Мы опаздываем. Не выношу этого идиота. А по-моему, он славный. Он подарил нам сиски. То есть, конфетки. Помолчи, Пинг. Ты был бы рад и пирожку с дерьмом. Пошли. А что? Почему ты так сказал? Чет! Агенты СМЭК, Крэг, Джонсон. Чем обязаны удовольствие увидеть представителей спецназа? У нас есть информация, касающаяся кое-кого из ваших студентов. Они пытались купить... и распространить Геликс. Вот как? Самопознание в пилюле. Вы всё о своём. Геликса не существует. К тому же, пять энтузиастов проходят сейчас пять уровней самопознания, которые мы здесь преподаем. Уровень первый – понять, что ты ничего не стоишь и не значишь. Второй – избавьте нас от этого, мистер Чемпион. Мы же все... Были в числе пяти энтузиастов. Вы – элита. Всем нам нужно время от времени освежать. Нам нужно... Найти... одного... из этих... трёх людей. Много времени проводите вместе? Да? Нет. Возможно. Боже. Который? Не знаю. Выбирайте. Он. Он никогда мне не нравился. У него вид негодяя. Где? Сейчас они в группе примирения. Лола, зайдите ко мне в офис, пожалуйста. Спасибо. Я. Кто вы? Ваш секретарь. Что ж. Рассказывайте. Теперь ваш черёд – жить в любви. Я Джейсон. Зовите меня, как хотите. Я путешествовал по пустыне, скрывался от сатаны. Это было нелегко. Где мы их нашли? Все как один психи. Я чувствую себя Богом. Что мешает моему окрылению? Мыши. Он разговаривает со мной и велит мне делать разные вещи. Я люблю их давить. Не забывайте сдерживать свой гнев. Послушайте. Не забывайте сдерживать свой гнев. Вот как обстоит дело. Я... Я устал быть частью чьего-то воображения. Чёрт. Это она? Это группа примирения? Она повсюду следует за мной. На мои занятия йогой. На занятия по Тибету. Простите, мисс, занятия уже давно идут, так что... Лучше возьми кредитную карту. Хорошо, папочка? Хорошо, мамочка. Сюда, пожалуйста. Так о чём идёт речь? О сексуальных отклонениях, заложенных в детстве? Мы говорим о наших вёслах. Как это вёслах? Веслом здесь называют привычку, с помощью которой вы постоянно пытались выжить. То есть, это предлог, позволяющий оправдывать себя. Понятно. Вот я, к примеру, люблю заниматься сексом со случайными незнакомцами. И объясняю это отсутствием любви и понимания со стороны моего отца. Да. Да, что-то вроде. То, что вы делаете... Пожалуйста. Здесь не положено иметь при себе... Я кардиохирург. Мне можно. Ладно. Вы ответите? Или он так и будет звонить? Подержи. Орфеум. Мне не очень хочется разговаривать с ним прямо сейчас. Вы знаете Орфеума? Не совсем. Мы познакомились на днях в клубе. Я дала ему свой номер просто так. А он звонит и звонит. Я отвечу. Здравствуйте, Нула. Как вы узнали, что отвечу я? Я стою рядом. Видите меня в окне? Послушайте. Не привлекайте внимания ко мне и к себе. Вы в опасности. Вам и вашим друзьям нужно уходить. Они идут сюда. Кто идет? Сами узнаете. Черт. Как нам отсюда выбраться? Встаньте и не спеша выйдите. Просто выйти? Да. И захватите с собой девушку. Черт. Что он сказал? Мои деньги у него? Нам нужно уходить. Нам крышка. Что нам делать? Надо спрятаться. Спрячемся. Он сказал встать и выйти. Бред. Нет. Нет. Нас тут же схватят. Это ловушка. Мы должны спрятаться. И там, между этих потрясающих грудей, федералы его настигли. Пойдемте с нами. Вы тоже в опасности. Быстрее. До встречи на следующих занятиях. Меня зовут Фрэнк. Мне мешает воспарить моя жена. Бургер. Кто это? Это Анжела. Из Познавательного. Из Познавательного? Да. Сначала она работала на правительство. Потом там поняли, что она видит только то, что имело место в реальности. Бургер. Бургер? Да. На обед я съел бургер. Или она просто хочет есть. Как дела? Здесь небезопасно. Нас преследуют федералы. Знаю. Они взяли Чеда. Секунду. Откуда ты знаешь? Мне сказала она. Повсюду поспевает. Надо идти. Орфеум ждет. Мы встретимся с Орфеумом. Черт, пошли. Кто это? Инфинити. Она замечательная леди. У нее такие трусики. Ей нравится трогать меня. КОНЕЦ 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 Это не я. Я этого не делал. Вообще-то я там был. Эту малышку я не трогал. Это уж слишком. С животными я этим не занимаюсь. Этот малыш сказал, что он в четвертом классе. Собрал, сукин сын. Это да. Это да. Это я сделал. Это было забавно. Как видите, мистер Хендерсон, мы какое-то время пристально за вами следили. Складывается ощущение, что вы жили отнюдь не одной жизни. В одной жизни вы, Финн, Чет, Хендерсон, внук и частичный наследник Фанни Смит Уилсон. Вы безупречный потребитель. Вы сторонник военных действий. И вы даже помогаете своей бабушке менять пеленки. В своей другой жизни вы растлеваете малолетних, распространяете бракованные искусственные члены, а также активно помогаете сбывать экзотические наркотики, некоему Тео. Он просто дает мне хороший товар, а я его беру. Судя по всему, вы помогали финансировать то, что он недавно предпринял. Мы знаем, что вы связывались с человеком, называющим себя Орфеум. Многие влиятельные лица считают его врагом общества номер один. Я не знал, что он любитель выступать. Мои товарищи считают, что я впустую трачу с вами время, мистер Хендерсон. Они говорят, что вы идиоты. Я полагаю, что они правы. Мы склонны считать, что было, то прошло. Мы дадим вам возможность все начать сначала, если вы сообщите нам сведения, которые помогут арестовать известного преступника. Что, если я дам вам палец, а вы дадите мне... Скажите, мистер Хендерсон, что толку от одного пальца, если вы не сможете ковырять ему в носу? Боже, я больше не могу. Нет! Это ведь у вас стейк? Ладно. Вот что. Вы даете мне это, а я расскажу все, что вы хотите знать. Хорошо, мистер Хендерсон. Стейк ваш. Мистерсон. Вкусно. Просто блаженство. Чертовски вкусно. Выдержанное. Так, что мне вам рассказать? Мы хотим, чтобы его доставили... Нам. Он живет в Велле. Невероятно. Черт, эти женщины. Помолчи. Это мое жилище. Псих. Ну, я хочу тебе кое-что сказать, но побаиваюсь. Чего? Я думал, у нас что-то было. Было. А теперь это у тебя Стэва? Как раз, когда я начал привыкать к этому. К чему? Ты знаешь. К этому. Да. Не стоит меня ненавидеть, я иду своим путем. И что это за путь? Спать со всеми подряд? Отлично. Заткнись. Это трудно объяснить. При этом я ищу того, другого. Орифис сказал мне, что я... То же самое наговорила на прошлой неделе еще одному олуху. Заткнись, Хэролд. Хэролд, ты с ним спала? Дважды. Черт. Черт. Ты же спал с Анжелой. Это ничего не значит. Привет, детка. Ты не видишь, что мы разговариваем? Что? 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 Что они с тобой сделали? Они пытали меня, чтобы получить от тебя информацию? Нет. Они пытали меня после того, как я им все рассказал. Что? Ты все им рассказал? Сволочь! Да ты что, успокойся. Ему и так досталось. Какого черта? Хватит в меня целиться. Его снабдили жучком. Наверняка. От жучка надо избавиться. Кладите его туда. Что не так? У него есть жучок. Я выбью его выстрелом. Подожди. А ты не убьешь Чеда? Не исключено. Как насчет печенья? Может получиться. Хорошо. Ну-ка, жучок, возьми. Давай, жучок. Хочешь печенье? Хочешь? Черт. Предупреждение. Следующий эпизод может произвести неприятное впечатление. Советуем выйти тем, кто питает симпатию Класски. Как она туда попала? Черт. Все в порядке? Да. Хорошо бы наложить повязку. Пошли. Орфеум ждет. Господи. Послушайте, есть идея. Поехали в больницу. У меня дыра в груди. Сначала нужно встретиться с Орфеумом. Он знает, что делать. Ладно. Но мне больно. А кровь течет? Не очень. Черт, очень? Мне хотя бы носок. Успокойся. Возьми мой. Спасибо. Вы готовы? Да. Да. Сделаем это. Где он? Я здесь. Я здесь. Наконец, вы здесь. Как вы уже, наверное, догадались, я Орфеум. Для нас это большая честь. Нет, Нува. Это честь для меня. Но вы такой маленький. Не судите обо мне по моему росту, Чет. Кажется, у вас в груди дыра. Спасибо. Она только что появилась. Я Тео. Я знаю, кто вы. Вы мистер Пинг. А вы, конечно же, Сводч. Проходите. Присаживайтесь. Вам всем сейчас, вероятно, вспоминается Льюис Кэрролл. Кто это Льюис Кэрролл? Он написал Алису в Стране Чудес. Видите ли, последние несколько лет вы искали меня, но я искал вас по меньшей мере на три года дольше. Почему? Потому что один из вас другой. Как это другой? Несколько лет назад я нашел одного, но он погиб в результате несчастного случая. С тех пор я очень пристально за вами наблюдаю. Знаете, почему вы здесь? Из-за Геликса? Да. Вы знаете, что это? Супер-наркотик, который максимально пробуждает наш потенциал? Да. Один из вас скоро сможет принимать его, не лишаясь при этом разума. Если вы решитесь, в вас проснутся необыкновенные силы. Силы! Силы, которые кажутся невероятными, когда разум спит. Мой разум спит? Моя нога спит. Заткнись. Да. Но скоро у всех вас разум проснется, и вы узрите истину. Это ваш последний шанс. После этого вам не повернуть назад. Если вы возьмете желтого медведя, вы заснете, и вам приснится, что вы 18-летняя девушка, и что вы принимаете душ с Брэдом Питтом, вы проснетесь бодрой и возбужденной, как ласка. Как там моя ласка? Заткнись, Чет. Если вы возьмете зеленого медведя, этот тест? Нет. Желтого медведя нет. На чем я остановился? На зеленом медведя. Да. Если вы возьмете зеленого медведя, вы увидите, что действительно знаете то, что знаете, и не знаете того, чего не знаете. Или думаете, что знаете то, чего не знаете. Что? А где наши? Прошу. Чую, Берс. Я хочу ваши. Все, пора проснуться. Запомните, я предлагаю вам истину. Больше ничего. Это Геликс? Да. Разновидность. Неполные силы. Я называю ее единичным Геликсом. Сядьте прямо. Лизните медведя и положите его на лоб. Не бойтесь. Вряд себе вы можете причинить только сами. Простите, видимо, я другой религии. Добро пожаловать в Геликс. Первое правило Геликса. Вы не говорите о Геликсе. Второе правило Геликса. Вы не говорите о Геликсе. Третье правило. В Геликсе может случиться что угодно. Вне времени, вне пространства. Полная пустота. Вспомните о своих мыслях и мечтах. Здесь они становятся реальностью. Я смогу найти свою игрушку. Скользи. И последнее, что я скажу вам о Геликсе. Если вы впервые в Геликсе, вам придется сражаться. Я знаю Уинг-Чанг. Уинг-Чанг? Обожаю Уинг-Чанг. Значит, Уинг-Чанг. Нет, Уинг-Чанг. Кунг-фу. Что на тебе такое? Ты похож на дурацкую обезьяну. Не знаю. Ты, значит, так. Ладно. Намного лучше. Я все же думаю, что знаю Уинг-Чанг. Не думай. Знай. Ну, покажите мне свои деньги. Уинг-Чанг. 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 Ты ведь не считаешь, что все дело в моих огромных мускулах, или моей силе Геркулеса, или моей кошачьей подвижности, или в моей гениальной стратегии, или в моих гигантских гениталиях? Так, кто следующий? Я? Почему я? Нет. Да или нет. Только не почему. Отлично. Тогда нет. Вы двое. Прошу. Меня зовут Пинг Матаяши. Ты убил моего папу. Приготовься к смерти. Приятель, я не убивал твоего отца. Ты дал ему эту пакость. Он умер от передозировки. Твой отец умер от сердечного приступа. Я трезвею. Трезвым я тебе не понравлюсь. Спасибо. Кто? 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 Да, адаптация. Обезьяны могут эволюционировать. Обезьяны могут эволюционировать. Обезьяны могут эволюционировать. То, что я занималась с ним сексом, не означает, что я его люблю. Что ж, нам придется отвезти их к Орифису. Он узнает. Это было потрясающе. Мы сражались, как... Не знаю как, но это было замечательно. Позвольте мне помочь вам разобраться. Вот что в действительности происходило. Сражаясь с кем-то, вы сражались с собой. Вы должны впустить в свой ум иллюзию разделения. Самая великая битва с самим собой. Что это означает? Это означает, что я другой? Нет, это означает, что я другой. Нет, это я другой. Думаю, самое время пойти к Орифису. Хватит с меня этого дерьма. Инфинити? Да. Я могу задать тебе вопрос? Да. Орифис? Кто это? Орифис очень-очень старый человек. Он был с нами с самого начала. С самого начала чего? Революция. Я именно об этом. Я не понимаю, что это значит. Речь идет об обретении своей истины, а не навязывании тебе чужой, урезанной. Ты покажешь нам истину через Геликс? Сводч. Сводч. Ты скоро поймешь, что нет общей истины. Есть только твоя истина. И только когда ты найдешь свою истину, к тебе придет истинное озарение. Это все так сложно. Когда ты будешь готова, ты поймешь, что это очень просто. Инфинити? Да. Что сказал тебе Орифис? Сводч, я хочу сказать тебе кое-что, но побаиваюсь. Нет. Неужели снова? Ты можешь сказать мне что угодно. Ты когда-нибудь занималась сексом? Со всей футбольной командой. Заткнись, Хэральд. Ты знаешь его? Да. Нет. Неважно. Видишь ли, Орифис сказал мне, что я займусь сексом с другим и, возможно, полюблю его. Знаете, для мужчины она очень даже хороша. Мы идем к Орифису. Где-то в гетто. Следите. Я использую прибор. Мне пора. Я тоже тебя люблю. Нет, сегодня я не смогу сменить твои пеленки. С кем ты говорил? С бабушкой. Пошли. Агент Смэк. Больно. Привет. Добро пожаловать в парикмахерскую. Кто они? Возможно, тоже другие. Ауч. Ауч. Что ты делаешь с ложкой? Не пытайся согнуть ложку. Это невозможно. Вместо этого попытайся познать истину. И что это за истина? Согнуть вилку намного легче. А ты что делаешь? Прохожу сквозь стену. Что ж... В чем дело, Инфинити? Пинка, чья ты счастлива. Ты уверен? Еще бы. Я всегда был в этом уверен. Мы точно могли бы это сделать. Привет. Хотите попробовать кое-что потрясающее? У вас, болванов, нет того, что нужно нам. Как сказать? Вы же не знаете, кто мы. Олсен, Хансен, Олсен. Нет. Нет. Мы близнецы. Вы не похожи на близнецов. Но мы близнецы, и мы знаем секреты. Геликса. То есть, это... Двойной Геликс. Да. И мы сделали специально два для каждого. Хорошо. Сколько? 200 долларов. 200 долларов? У тебя есть что-нибудь? Ладно. Отдадим за 20. Прошу. Прошу. Другого не бывает. Точно. Вот ребята удивятся. Подожди, Чет. Идиоты. Превосходно. Это выведет их из строя? Еще бы. Транквилизатора там хватит, чтобы убить слона. Или двух. Я обеспечу ваше появление на Шанана. Шанана? Тебе ведь это знакомо? Вроде это неплохо. Не забудь. Кто вы? И почему на вас моя одежда? Он сказал, что я могу это надеть. Красиво. Где у вас носит? Геликс. Двойной геликс. Мне плохо. Совсем плохо. Черт. Что вы приняли? Два парня на улице сказали, что у них есть двойной геликс. Сказали, что он чистый. Свотч, дай мне красный фломастер. Неужели опять? Как это получилось? Зачем это? От передозировки его сердце остановилось. Я введу адреналин прямо в сердце, чтобы оно заработало. Держи. Что ты делаешь? Хочу ввести шприц. С такой высоты? Иначе не пронзить грудную клетку. Ладно. Раз. Два. Нет. Пожалуйста, не надо. Мы хотим тебе помочь. Давай. Давай. Дайвен, помолчи. Тише. Кажется, мы не одни. Агенты. Прячьтесь. Быстро. Я не хочу. умирать. Что ты делаешь? Я дерево. Что? Тише. Деревья не говорят. Тише. Тише. Продолжение следует... Их нет. Они проворнее, чем мы ожидали. Вот он. Конечно. Ты нанес оскорбление моему агентству, и ты нанес оскорбление храму Файв. Да, точно. Да. Да, да. Курин! Да. Курин! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так вот, Орфеум, ты поможешь нам, хочешь ты этого или нет Нам нужна формула Геликса Если ты не захочешь помочь нам, твое положение может стать еще более неприятным Увеличить частоту Тебе это не нравится, верно? Что будем делать? Он был для меня больше, чем отцом, больше, чем возлюбленным Отцом? Мне плохо без Орфеума Что вы такое говорите? Мы не можем отдать его агентам Неужели вы этого хотите? Чего они от него хотят? Им нужен Геликс Зачем? Навязав свою философию правительству экономическим структурам Они стали чем-то вроде стражей у ворот счастья Если возникнет Геликс, структура Файфа распадется Вся глобальная экономика потерпит крах Для нынешней экономической модели невыгодно озарение, окрыление всех людей Какое значение имеют для этого наркотики? Большое? Я думаю Надо, чтобы большое Отлично Я поделюсь с тобой тем, что я наблюдал, работая здесь В конгломерате Файф Люди не хотят принимать твои пилюли Они думают, что хотят Но это не так Люди любят свои плюшевые кушетки Свое кабельное телевидение Они любят свой капучино по утрам И гольф по выходным То, что делаешь ты Безответственно Идет вразрез с их истинной природой В методах озарения должны быть порядок и организация Файф идеально подходит для этой задачи Ты? Нет Орфеума нет Мы должны пойти вниз, забрать его вещи и начать свою операцию Чет, ты такой подонок? Я знаю, что сделаю Я спасу его Как ты это сделаешь? Здание контролируется федералами Не знаю Но я должен это сделать Орфеум поверил в меня Никто никогда не верил в меня Были серфингисты, которые, как выяснилось, грабили банки Но это другая история Орфеум поверил в меня И я верю в то, что я другой Один ты этого не сделаешь Я тоже пойду Вам понадобится моя помощь Я тоже Я в это верю Да, и я верю Я верю в то, что меня подстрелят А я в то, что вы просто психи Как мы это сделаем? Наркочки Много наркочков Оставьте меня с ним Что? Оставьте меня с ним Поделюсь с тобой одним секретом, Орфеум Что-то в этом месте Мне не нравится Вся эта болтовня Запах Как бы хорошо я себя не чувствовал Я все равно нахожусь В ловушке Человеческой оболочки Я хочу из нее выбраться Ты слышишь? В этом черепе Находится ключ К Геликсу Получив его Я смогу отсюда выбраться Ты можешь помочь Самыми разными путями Я золотой гусь Я такой маленький Где мы? Геликс делает свое дело Мы там, где хотели быть Или у них кончились деньги На съемки предыдущей сцены Что? Не знаю Уж больно легко Хочешь, чтобы сработала сигнализация? Отлично Теперь доволен? Да Теперь стало немного страшновато Пойдем поищем Орфеума Да Мне начинает не хватать малыша Ну, говори Какова формула? Говори Ну же, скажи папочке Скажи Папочка ждет Что? В чем дело? Сэр, к нам гостям Мы думаем Что это Инфинити Она пытается Спасти его Черт А я только разогрелся Мэро 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 Стреляйте в них! Стреляйте! Взбивайтесь! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! В черных костюмах и темных очках агенты Смэк, Крэг и Джонсон По другую сторону апостолы Рока, монахи Страха Наши герои С удовольствием посмотрю, как вы умрете, мистер Кролик Нет, мистер Кролик Мистер Кролик Мистер Кролик Мистер Кролик У Пинга отлично получается Да, пожалуй Займитесь им Выходит он другой? Да Да Мистер Кролик Черт, потрясающе! Так значит он другой Да Мистер Кролик Мистер Кролик Стоп! Общайтесь и слушайте друг друга Я сказал стоп! А ну-ка я Замечательно Так Тео другой? Или Тайрон? Да В меня попали В меня попали Меня подстрелили Свотч! Свотч! Помоги! 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 Свотч! Помоги! Свотч! Что-то не так Я должна что-то сделать Что мне сделать? Скользи! Скользи! Скользить! Скользить! Я больше не могу! Нет! Ох! 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Я всегда знал, что ты другой. Жаль, не узнал тебя получше. Ты поможешь брату? Ты не умрешь, Тайрон. Все мы просто должны верить. Ведь так? Да. Держись, Тайрон. Я не дам тебе умереть. Почему? Потому что я очень тебя люблю. Лежи спокойно. Что? Что ты делаешь? Все нормально. Все хорошо. Не надо. Все мы просто должны верить. Вы верите в феи? После этого я верю в феи. Да. Я верю. А вы верите в феи? Ну, давайте. Хлопните в ладоши, если верите. Все хлопните в ладоши, если верите. Ну, западный Голливуд. Исгриевич Виллич. Ну, Сан-Франциско. Хлопайте в ладоши. Хлопайте в ладоши. Спасибо. Я знал, что вы меня любите. Видите? Теперь вы верите. Орфеум, ты черный. Я верю, и все такое, но... Я другой или он? Так нечестно. Я должен быть другим. Я заплатил за двойной Геликс, поэтому я тот, кого вы искали. Орфей сказал, что я другой. Он сказал, что Инфинити спала со мной. Инфинити спала со всеми. Да, верно. Не понимаю. Это все? Я считал, что другой тот, кто принял двойной Геликс. Но мы все его приняли. Вы победили агентов, потому что нашли свою истину и достигли своего полного потенциала, став другими. Я прошу у всех вас прощения. Я сделал это, потому что должен был это сделать. На самом деле, это ничто. Черт! Значит, мне вернут деньги? Заткнись, Чет. Выходит, Геликса не существует? Вы лишь воспринимали его реальным. Значит, это конец. Нет. Это только начало. Вы слышите меня, люди Земли. Я покажу вам истину. Возможно, вы к этому не готовы, но это не важно. Не бойтесь мира без границ. Разве что не превышайте скорости. Если только вы не в автобусе с бомбой и нельзя ехать медленнее 55 миль в час. Но это же другая история. Возможно, вы спите, значит, пора проснуться. Не скажу вам истину. Нет ничего невозможного. Я не скажу вам, как все кончилось, потому что все только что кончилось. Что будет дальше, решать вам. Счастливо! Будьте добры друг с другом. Продолжаем. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok